Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Что же, вчера ночью ездил я на великую, мощную, сильную реку Кубань, которая находится здесь от меня, километров 15-20. Провел я там ночь, встретил там рассвет. А ездил я туда, друзья мои, колдовать, снимать различные колдовские воздействия с людей. И, друзья мои, конечно, часто стихия воды на реке, в болотах, в колодцах, в море, колдуны проводят какие-то обряды. На реке существуют тоже обряды с помощью течения. Река всегда обладает течением, и это используется в колдовских обрядах. Также на реке существуют омыты, омыты, коряги, различные такие негативные вещи. Духи воды достаточно сильные, мощные, чтобы наполнить намерения колдовские силы своей, силы стихии, силы реки. И, драгоценные мои друзья, да, я совершал обряды для того, чтобы обесточить колдовские воздействия, которые были проведены на некоторых людей. И эти намерения я выполнил полностью. Ну вот хочу вам рассказать, да, вот обряд, к примеру, которые колдуны совершают, чтобы закрыть пути человеку. Как часто бывает, что когда вы, вроде как, все было нормально, и тут в какой-то момент зависть чужая, либо осознанные колдовские обряды делают так, что удача кончается. Да, вот было все хорошо, и тут все начинает рушиться. Все начинает, да, вот. Люди, обстоятельства, финансы, здоровье, все начинают подводить в один момент. Это означает, что совершено какое-то колдовское действие, и удача просто не держится в ваших руках, в вашем солнце удачи, а утекает от вас. Так бывает часто, друзья мои, с помощью колдовских воздействий. Ну вот, некий стихийный обряд колдовской, который проводят колдунь, да, я хочу вам подсказать некую схему, да, чтобы понять, как снимать, надо понимать, как ставить. Любой доктор понимает, да, как устроено человеческое тело, посещая морг, посещая анатомический театр, и не умея поставить порчу, вы не можете ее снять. Да, друзья мои, вот это закон этого мира. Подобное лечится подобным. И вот некий стихийный обряд, который совершается обычно на реке, на большой реке, где есть плесы, где есть омуты, я вам его расскажу, да, потому что вчера также, кроме того, как снимать порчу, ну, я был вынужден, чтобы притормозить неких людей и совершить этот обряд. Ну, я вам расскажу, как я это делаю и как снимаю, и как на вашем стихийный обряд работаем, значит, на водной стихии с водными духами. Для этого проведения, ну, вот, надо использовать большие реки. Я люблю река Ака, которая тоже находится недалеко от моего дома в Подмосковье, великолепная река, с которой меня многое связывает. А здесь река Кубань, с которой я познакомился только год назад. Ну, тоже уже проводил там медитации и проводил и снятие порчи, и различные, как магические, колдовские ритуальные действия. Значит, для установки порчи колдун обычно используют, ну, либо куклу жертвы, либо ее фотографию, и, либо, если нет фотографии, используется просто лист бумаги, на который колдун наносит рисунок человека, к примеру, для которого нет фотографий, и он до него может дотянуться, ну, к примеру, на его слова, на его написанные вещи, на его, так сказать, ник в интернете. Да, просто вот по этим следам можно на этом листе нанести образ человека схематично, да, и привязать к чакрам. То есть, чтобы этот лист был неким вольтом, через которое колдовство будет действовать. Чтобы этот лист, алист, творяло энергетику того человека, на кого колдун колдун. То есть, в принципе, для колдуна, который обладает личной силой и навыками, не нужно ни биологического материала, ни фотографии, да, достаточно только неких таких вот следов, некого энергетического запаха, чтобы уже нанести колдовской удар. Значит, лист бумаги, так, к примеру, либо фотографию. Нужно ее, конечно, привязать к человеку, потому что просто фотография не имеет силы. Просто лист бумаги не имеет силы. Нужно, чтобы это был вольт. Вольт, то есть, привязка человеку конкретной. По всем человекам. Чем больше энергетических центров привязывается к этому листу, тем сильнее будет энергетическое действие. Значит, на этой речке вы находите подходящий камень. Подходящий камень, который должен вам попасться по пути. Ваш взгляд должен на него пасть. В этот камень нужно завернуть вот эту фотографию, этот лист бумаги. То есть, камень определенного размера. Он должен, как бы, лечь. Вы должны попросить этот камень, зарядить его, чтобы он был готов уйти под воду и там держать, держать ваше колдовство. Ложиться на того человека. Тоже это надо понять. Это должно быть неформальное действие. Конечно, вы должны бы уже на эту реку ходить. Вы должны знать омут, с которым вы должны работать. Либо там тот берег, те растения. То есть, вы приходите, здороваетесь с этим местом, с духами этого места. Просите у них разрешение колдовать. То есть, нужно помедитировать там достаточно серьезно. То есть, не просто приходите в первое попавшееся место и начинайте колдовать. А должны уже приносить дары в это место, убирать это место. Ну, то есть, это место должно воспринимать. Тогда колдовство будет действительно грамотное. Значит, если вы все эти намерения совершили, приходите, заворачиваете в этот камень, вот эту вот бумагу, идете в комнату и берете с собой еще нужно три монеты одинакового. Ну, три монеты. Желательно, чтобы они были желтого цвета. Ну, к примеру, те, что действуют, что у нас сейчас. Десятирублевые монеты. Вот три десятирублевые монеты вы берете. И еще нужно обязательно подношение. Для духов реки лучше всего использовать ну, как бы хмельное, да, хмельное, но не крепкое. И самое важное, желательно, чтобы вы сами сделали. То есть, это должен быть либо квас, либо пиво, лучшее пиво, чтобы были градусы, которые вы заварили сами. Да, магазинные, ну, друзья мои, это можно, но не по понятию. Так что емкость где-то примерно несколько литров вот такого такого варева, такого напитка, который вы сделали своими руками. Значит, бросайте камень в омут. Лучше это делать ночью, в полночь. Очень хорошее время. Замечательно. В полночь или, ну, можно до рассвета. Обязательно до рассвета. Ночью. Бросайте это помедитировали намерением своего вложения и заговорами бросаете камень завернутым, то есть, завернутый в этот вольт, в эту бумагу, в эту фотографию. И говорите заговор. Заговор может быть ваш собственный, но вы его должны заранее подготовить, выучить, или синхроном у вас должен получаться. И бросайте камень в омут и говорите. Три дороги в чистом поле змеились, три дороги в город золотой тянулись, дворе тому страннику по дорогам тел ходит, не видать ему ни серебра и злата, ни любви небесной, ни радости земной. Он он черный все поглотит и укроет, и дороги те, не в город богатый, а в царство темное, холодное, подводное, то по дороге пойдет, только омут черный найдет, сейчас царство подводное, цепи свинцовые, танцы, русалочи, глаза бездушные, батюшка водяной, царь подводный, забери пути дороги и произносите имя того человека, на которого сделано, делаете колдовство, произносите его четко, мощно, да, вот, намеренника, который вкладываете, такое, чтобы, прямо, перекрыть все, то есть, вот здесь, вот, как раз, в этот момент, когда произносите имя, должен быть некий посыл, но не со злостью, а вот, как бы, вложить свою личную силу в это имя, к пиву твоему принесу угощение щедрое, руками сделанное от души, от сердца моего, и выливаете вот этот напиток хмельной, выливаете воду, потом разворачиваетесь спиной в комнату и бросаете через плечо три монеты по очереди, и говорите, да будет так, да свершится месть моя окаянная, да свершится воля вселенной, и уйду я из подводного дворца в чистоте и целости, и нужно уйти, не оборачиваясь, ни с кем не разговаривая, но так совершаются колодавские обряды, можно ли их разрядить, да, можно, вот, чем, друзья, я вчера и занимался, обрядов было несколько, видимо, таких и разных, да, для начала надо считать, по изображению человека, что делалось, как делалось, в каких местах, на реке, или в каких стихиях это делалось, и тоже с дарами сутку, по-моему, вы к стихии воды обращаетесь, и забираете силу из этих, из этих колдовских вещей, вот так, друзья мои, такие, такие вот будни, будни, ночи бессонные колдовские, хорошо, мои друзья, давайте, надеюсь, что не придет в вашу жизнь вот эти порчи, проклятия, закрытия дорог, что сумеете вы, если даже придет, преодолеть беду эту, и вернуть колдунам все зло, которое они пытаются принести в вашу жизнь, и их колдовство будет для вас не горюшком, горьким, а именно тем, что может быть пробудит вас силу, то есть пробудит вас ваш опыт в этом непростом колдовском мире. Все, дорогие ценные мои друзья, пока, счастливо.